Человек, человек по своей природе рожден гениальным. То есть посмотрите на тело обыкновенного идущего здесь по фонтану человека, скажем, в Одессе, и вы увидите, что при всей его, может быть, глупости, засоренности речи, может быть, лицо испитое, какое угодно, но, о ужас, его тело состоит из 16 золотых сечений. А золотая пропорция или золотое сечение, это пропорция космическая, это пропорция Леонардо да Винчи, это пропорции строительства куполов, это пропорции местоположения пульса, скажем, в нашей руке от локтя до конца длинного пальца. То есть получается, что вот этот даже самый последний дядька, идущий сейчас по улице сетками и даже копающейся мусоркой, которую я увидел по пути на телестудию, они закодированы на космичность. И вот если вы возьмете Токату и Фугубаха Ре Минор, который начинается, та-да-дам, это начало в зоне золотого сечения. Понимаете, то есть оказывается, мы и местоположение планеты Земля в Солнечной системе, Плутон, не планета, уже ясно, и теперь все стало на свои места. Оказывается, все это связано, и человек не может не быть частью космической энергии. Представляете, рождается гений, и ему дается шанс его космического происхождения. Шанс в виде музыки Баха, в виде трагедии и комедии Шекспира, шанс в виде божественной комедии Данты, которую большинство людей никогда не прочтут и никогда не узнают, шанс в виде баховских фуг, которые раскрывают тайны космоса, слоеного пирога, многомерности созидания и так далее. Но большинство людей даже не понимают, что такое фуга, или если услышат что-нибудь подобное, начнут над этим смеяться. Почему? Потому что система не позволит им выйти за пределы их возможностей, за пределы их такого примитивного существования. Я задаю вопрос, зачем вы работаете? Да понятно же, зачем. Для того, чтобы заработать деньги. А зачем вы зарабатываете деньги? Ну, конечно, для того, чтобы собрать еще больше сил и еще больше работать. Когда вы заработаете деньги, вы опять купите пищу, потом кровать для того, чтобы выспаться и лучше работать. То есть все попадает в этот порочный круг. И забывается главное. Смысл человеческого существования. Та духовность, та подлинность, ради которой существует человек. Понятие бессмертия. Вот этот космос, Господь, как хотите, называйте, мы все время разными именами называем одно и то же. Гигантскую матрицу. Творческое, духовное, энергетическое предназначение человека, от которого человек перекрыт системами, социальностью, потребностью питаться. Гигантской масс-медийной системой. И вот получается совершенно жуткая вещь. Для того, чтобы раскрыть все вот эти тайны, мы, рожденные гениальными, попадаем в мир. Нам в мире говорят простейшие вещи. Вот это так. Не принимай, принимай на веру. Не пытайся спорить. Не пересматривай их. И начинается гриматья. Я приведу еще один сначала смешной пример, а потом уже серьезный пример. Потому что вот сейчас пока еще будет смешно. Помните у Ивана Андреевича Крылова басня «Ларчик». Привезли ларец, заморский, с секретом. Нужно его открыть. И не могут открыть, потому что ищут секрет. Потом вызывают специального механика. Тот ищет уже такой специалист. Так и не открыли. И вдруг у Крылова последняя строчка басни звучит. А Ларчик просто открывался. Значит, я помню, в детстве я очень обиделся на Крылова. Но я знал, что он был толстый. Что он был ленивый. Что все свои басни написал в постели. Что почти никогда не вставал. Вставал только, чтобы на пожары срочно ехать. И смотреть, когда пожар. Он заказывал карету. Мчался и смотрел, пока все не сгорит. Потом этот толстый, невероятных размеров человек возвращался домой. Ложился в постель и писал гениальные басни. Ну, знаете, творческая душа гениальная. Она летает где хочет. Это ее дело. Хочешь, пиши в постели. Хочешь, пиши в туалете. Это твое дело. В общем, все, что угодно делал. Вот только пиши, только оставляй себя, показывай всем поколениям какая-то духовная связь. А здесь вот эта земная компенсация. Вот за то, что ты там паришь духом, телом, лежи страшным, толстым в постели. Так вот, он ленивый Крылов не дописал басню. Нужно было написать. А Ларчик просто открывался. Задвижка просто там была. А он прочерк. И лишь когда я чуть-чуть еще подумал, я понял, что здесь вина кого-то, кто когда-то неправильно прочел эту строчку. И с тех пор все за ним автоматически повторяют. И не понимают, что Крылов басню закончил. Более того, закончил необычайно остроумно и смешно. Все искали секрета. И говорят, а Ларчик просто открывался. То есть как просто? Простой замок был. Нет. Надо говорить так. А Ларчик просто открывался. То есть надо было поднять крышку. Понимаете? Вот простейшие примеры. Когда мы принимаем на веру целый ряд постулатов. Начиная от Курочки Рябы и кончая басни Крылова. И таких вещей тысячи, десятки, сотни тысяч нам сказали, что это так. Анна Ивановна в школе сказала. В учебнике сказала, что это так. Мы поверили. Перестали проверять. И значит потеряли часть счастья. То есть мы не имеем ключей к этому великому космическому дару. А теперь серьезный переход. Демократия. Я спрашиваю всюду в своих выступлениях. Что такое демократия? Демос. Все кричат. Народ. Крата справлю. Народовластия. Глупости. Демос не народ. И никогда не был народом. Демос это часть народа. Прошедшая семь свободных искусств. Остальные назывались охлас. Охлас это рабы. Рабское мышление. Мышление на сегодняшний день. Схватить побольше пока хозяин дает. А демос это какие искусства? Это первое, главное, первое из среднеравных. Музыка и риторика. Риторика. Да, потому что иначе, если нет риторики, будет духовный альцгеймер. А духовный альцгеймер, как я его называю, это неспособность выразить мысль и значит накопление агрессивности.